Порядок схизейные имеет два семейства. Во-первых, семейства схизейные, травянистые папоротники, некоторые лиановидные. Тоже все тропические и субтропические. Тоже древняя группа, каменно-угольный период. Тоже достаточно примитивные считаются. Например, там есть все системы корневища от самых простых, от протостеллы до диктиостеллы. Пять родов схизейных, современных. Лигодиум, схизея, актиностахис, анемия и моря. Ну вот оно, значит, это актиностахис у нас. Их тоже несколько видов, различных 45 видов даже. Актиностахис 13 видов, у нас лигодиума 45 видов. Ну, типичное такое схизейное, одиночное спорангией с поперечным кольцом. Споры такие специфичные тоже есть для схизейных. Причем ископаемые споры точно такие же, как у современных папоротников. Очень много спор найдено, отпечатков листьев от каменно-угольного периода. Внешняя морфология спорофита довольно различная. Лигодиумы, они лионовидные, могут быть и 30 метров. Актиностахисы скорее вертикальные и маленькие, в принципе, несколько сантиметров от маленьких папоротников. И схизея тоже такая же, в общем-то, маленькая. У актиностахисов даже доминирует и по размерам, и продолжительности жизни гометофит по сравнению со спорофитом. Спорофит актиностахисы может вообще быть маленьким и просто быть корневищем подземным. Стебли, как правило, прямо стоячие у них. Молодые листья и основания черешков покрыты волосками. Могут образовывать вздутое основание, допустим, у лигодиума. Совсем разные у них строения листьев. Листья бывают простыми, рассеченными, перистыми и так далее. Спароносные листья обычно от вегетативных не различаются. На листьях могут быть двуклеточные железистые волоски, которые при высыхании сморщиваются или отваливаются. И при высыхании из волосков получаются бородавки у него. Зоны, которые несут спарангии, расположены латерально, вблизи верхушки листа, либо его разветвлений. Обычно эти спарангии покрыты выростом ткани листа. И противоположные ряды спарангиев часто друг друга защищают у них. Ну, вот такие специфические листья у лигодиума. Вот это вот у нас лигодиум, и это его листья, а не стебли. То есть, листья лигодиума за стебли принимают, потому что они ветвятся и выглядят как лианы. Но вот в данном случае это всё не стебель, а это всё один и тот же лист. Вот из-за листьев его и называется лигодиум, потому что лигодес по-гречески это извилистый. Молодые, причём у него выглядят как у обычного, как у акинастахиса предыдущего, который показывал папоротник. Молодые листья, в принципе, как у предыдущего папоротника, а взрослые вот так вот, как лианы. Делятся тоже они на стерильные и фертильные, то есть фертильные, у которых есть спарангии, и спарангии развиваются на концах жилок у него. И особенность лигодиума – это кармашкоподобный вырост, который защищает спарангии, прикреплён в доложилки и спереди открывается. У аниме и море листья скорее походят на папоротниках, то есть на то, что мы обычно считаем листьем папоротника, то есть перисто-раздельные, перисто-рассечённые и так далее. У аниме и спарангии не защищены практически, поэтому она и называется аниме, то есть голая. Спарангии крупные, обычно у схизейных сидячие или даже на ножках, вот у лигодиума они на ножках, и имеется поперечное верхушечное кольцо у спарангии, обычно из одного ряда удлинённых клеток. В каждом спарангии довольно много спор, в данном случае где-то 256 или 128. Споры биолатеральные у них, либо могут быть тетраэдрические. Гометофит разный, в принципе, вот типа гометофитов у схизейных. Ну, есть классические в виде сердечка, как обычно у папоротников, но есть, допустим, нитевидные у схизеи, могут быть они просто как клубни-гометофиты. Ну вот нитевидные гометофиты у схизеи совсем редкие, таких у папоротников не бывает, считается, что это они вообще в молодом совсем возрасте, когда сначала пускает нитже любой папоротник, вот считается, что они тормозят на нитевидной стадии и не образуют пластинку. У лигодиума тоже нитевидная стадия может довольно долго существовать, а потом образует типичную вот эту сердцевидную пластинку, как у гометофита папоротника обычно. Ну, гометофиты у них часто на поверхности почвы зелёные и напоминают скорее водоросли, вот особенно когда они ветвящиеся, они в виде сердечка. Но у некоторых видов они могут быть также и подземными. Гометофиты так или иначе имеют резидиофоры всевозможные, то есть клубневидные клетки, которые внизу там расположены, имеют ризоиды. Всё-таки они тяготеют к тому, чтобы быть корнём. Ну, естественно, и там в этих ризоидах имеется гриб, как обычно у папоротника, и симбиоз с гометофитом, что способствует усвоению разных почвенных растворов папоротником. Антиридии обычно возникают на боковых ветвях в гометофите, архегонии, вблизи основания главной ветви. Гометофиты растут у них обычно в каких-нибудь влажных субстратах, где много перегноя всевозможного. Ну, самый низ леса, там много чего гниёт, сверху падают всякие листья. Вот там вот обычный гометофит залегает, где-нибудь почти на поверхности почвы или на глубине. Там, где, допустим, света всё равно нет в лесу, там он пытается больше как гриб жить, где-нибудь в глубину копается. Ну, у большинства видов он на ранних стадиях шаровидный, потом он становится цилиндрическим или клубневидным. И такой у нас с неправильными гребнями, с кучей шишек, такая сложная форма у него, у клубневидного гометофита. Самые крупные длиной примерно полтора сантиметра крупные гометофиты таких папоротников. На верхушке у них как раз половые органы, то есть массивная верхушка, на которой антиридии и архегонии. У окиностахиса крупнобазального, как уже говорил, гометофит большой, сохраняется в течение всей жизни спорофита. И спорофит, наоборот, очень маленький, спорофит редуцирован. То есть у спорофита там всего лишь один листочек небольшой длиной примерно сантиметра 4, и он всю жизнь живёт на гометофите. То есть вот как и у мхов, в данном случае перенесён акцент на гометофит в растении. Но большинство всё-таки имеет обычную форму сердцевидную, этого гометофита. Ну, конкретные виды. Вот легодиум говорил. Легодиум – это, в принципе, лиана. Там такие виды, как легодиум лазящий, есть в Африке, в Австралии и так далее, что свидетельствует о его древности, то есть он был ещё когда не разделились Африка и Австралия. Леоновидные часто заселяют тропические леса, заросли бамбука. Такой очень известный легодиум японский. Его также разводят в оранжереях. Ну, там, где бывает засуха, часто этот легодиум, просто вот там легодиум японский, как раз вид, который выживает при засухе, у него при засухе отмирают листья, а какие-то сохраняются. То есть вот потом от того листа, который остался живой, уже когда пойдёт вода, когда пойдёт дождь, тогда восстанавливается полностью растение. Большинство видов легодиума где-то не выше тысячи метров над уровнем моря, то есть в горы они не залазят. А вот легодиум японский, самый из них живучий, поднимается до 2550 метров. Легодиум растёт на глинистых почвах, в болотистых местах, солоноватых озёрах, вот такие вот. На спарафите могут паразитировать ржавчины и грибы, то есть с одной стороны папоротник живёт в симбиозе с какими-то полезными грибами, с другой стороны некоторые грибы на нём могут паразитировать. Схизия распространена в тропиках Старого Нового Света, достаточно такая необычная по виду. Вот такие узкие линейные листья, поэтому даже их часто путают с покрытосеменными, с какими-то лилиями. То есть в принципе необычная для папоротника, да, у Схизии выглядит там. Ну, их тоже много разных видов этих Схизей. Допустим, Схизея дудчатая, альпийские болота, где-то так на высоте, порядка трёх тысяч над уровнем моря в горах. Схизея малакская, от 800 до 2000 метров на камнях, эпифитом тоже может быть. Схизея маленькая, они из-за этих узких листьев их путают часто со злаками тоже. Схизея маленькая растёт на пустошах, на болотах, вместе где-то с клюквой она любит расти. Гометофиты очень живучие, известен гометофит 13 лет в культуре, зимой переживал, всё надо, пережил оледенение этот самый Схизея, то есть может низкие температуры переносить. Многие Схизейные, в общем-то ксерофильные, вот особенно анимия, имеется в виду, что она приспособлена к высыханию, анимия на сухих плата Южной Бразилии, есть также на Антильских островах, в Африке, в Индии. Растёт анимия в лесах где-то 400-600 метров над уровнем моря, в степях растёт до 2700 метров, то есть в горных степях растёт, в горных участках, где лесов-то нет никаких, то есть просто степь на горы. В Южной Африке растёт в сухих лесах, но Схизейные они в Юго-Восточной Азии, и вот Легодиум, это в принципе лиановый же папоротник, как лиана, вот он широко применяется. Допустим, в Юго-Восточной Азии, где много этого папоротника Легодиум, его жёсткие длинные листья используются как материал для плетения, или высушенные на солнце осевые части используются для приготовления шкатулок, корзинок, коробок, браслетов, всяких шляпок и так далее. Вот из папоротника, конечно, шляпки делают и коробки. Также они имеют у них ритуальное значение, используются в свадебных церемониях, на всяких праздниках, там постройка дома, рыбу половить тоже праздник, вот там Легодиумом, этими листьями из папоротника они машут, короче. Очень молодые листья можно есть, на острове Ява едят. Ну, то есть взрослый лист папоротника жёсткий, есть нельзя, молодые листья, как правило, есть можно, но наши не рекомендуется, у нас особенно если они на болотах растут, они точно там всяких ядовитых веществ сконцентрируют в нехилом количестве. Ну, в принципе, используется Легодиум в народной медицине от лихорадки, для лечения ран, при кашле, схезея тоже используется. И популярный на самом деле в качестве декоративных растений, вот допустим, Легодиум японский, выглядит как лиана и достаточно живучий папоротник, поэтому он широко используется как декоративное растение в наших домах. Адиантовые, второе семейство этого класса, довольно обширное, тропические папоротники, корневища покрыты чешуями или волосками и имеют сорусы, то есть вот скопления такие с парангий, без покрывальца, расположены по всей длине жилок, на нижней поверхности листа, вот прям как у наших папоротников классических-то. Довольно разнообразные и спарафиты, и гометофиты, совершенно разных видов, число хромосом 30, причем адиантовые иногда разносят на разные семейства, они довольно разнообразные. Ну вот подсемейство, собственно, адиантовых, и самое крупное это адиантум. Адиантума также называется папоротник женские волосы, и самый такой популярный адиантум венерин волоса. Он используется как широко как декоративное растение в Европе, папоротник адиантум венерин волоса. Листва такая мягкая, напоминает кудри, как у женщин. Соответственно, есть легенда, что там где-то вот с утеса упала прекрасная девушка, возник источник, и волосы девушки в папоротник превратились. И также говорят о богине Венере, что она вот упала, и волосы Венеры превратились в папоротник. Тем не менее, другие виды адиантума могут довольно жесткими листьями иметь, похожие вот на обычные папоротники, там 200 видов. Адиантума наземное растение с ползучими корневищами, выводковые почки имеются, и своеобразно расположены сорусы. Я привожу сначала схему, чтобы было видно, как сорус расположен, потому что на фотографии соруса не будет. Вот он у них в кармашке, в таком вот номер 2 и номер 3. Сегмент с сорусом, значит, вот они лежат вдоль концов жилок, которые идут вот до самого края сегмента, листочек заворачивается, и вот эта вот часть, она как бы сгибается вниз, и он оказывается внутри карманчика и сравнительно защищен, потому что это вот его споры, это его дети, он их хотя бы вот закрытием этого кармашка, он их защищает. Вот теперь фотографии этого Адиантума. Живут они во влажных лесах, но в том числе в умеренной зоне европейских папоротников, в общем-то, по оврагам, по речным берегам, возле валунов и термитников. Растут на открытых и влажных местах, довольно красивые. У нас, допустим, в России тоже разводили, еще в конце 19-го века, у нас наши эти журналы всякие рекомендовали Адиантум для разведения в теплицах, комнатах, в вазочках, в всяких, в оранжереях, вот считается красивое растение для украшения, папоротник такой. Они легко размножаются спорами, даже в этих оранжереях, они самостоятельно часто там где-нибудь посадишь его, он уже там сам размножился, уже перекинулся на какие-нибудь соседние места, где только земля есть. Ну, помимо этого, венерина волоса Адиантум радди, может быть, в оранжереях, Адиантум стоповидный и так далее. Но наиболее популярный именно венерин волос. У него там, когда он еще растет, у него сорусы вот эти просвечивают, обрамляют как бы листик его. Он в диком виде, венерин волос растет, допустим, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, в трещинах скал, возле водопадов, по берегам горных ручьев и так далее. Имеется Адиантум дальневосточный, вот это Адиантум стоповидный, и он имеет вееровидные такие перистые листовые пластинки. Порядка 20-40 сантиметров на каштаново-черных черешках. Адиантум применяется как лекарственное растение, тоже издревле. Пытались его древние применять для лечения волос. Ну, по логике симпатической магии, раз на волос походит, видимо, волосы должен лечить. Индейцы Адиантумом лечили укусы насекомых, втирали тоже в волосы его, и черешки использовали для украшения всяких своих корзиночек. Дальше, в этом же семействе имеются папоротники гимнограммоидные. Парангии нечётко дифференцированы на соросы, лежат вдоль жилок. Сюда относится род химионитис, вот это химионитис папоротник. Сетчатые жилкования, и такие вот могут быть простые, такие листья, не похожие даже на папоротник, пальчатые, такие могут быть стреловидные. То есть он может быть довольно своеобразный, химионитис. Размножается также вегетативно, на боковых жилках образуются почки, покрытые чешуйками. Почки могут быть покоящимися, при благоприятных условиях давать начало другим растениям. Близко к этому Джеймсония, ну это Мексика, Боливия, Бразилия, не нашёл картинки. Джеймсония, она в горах, в Андах, в суровых условиях, заморозки, солнце слишком большое, высокая влажность, вот там прорастает. Ну, в условиях высокой влажности у него редуцированная листовая поверхность, у Джеймсония. Сходный из Джеймсонии имеется папоротник Эрио Сорус. Ну и по расположению Сорусов также Анограмма и Петирограмма. Вот она, Анограмма. Анограмма тонколистая, маленький папоротник, на скалах. Центральная Южная Америка, Австралия, Новой Зеландия, может быть, Западной Европе, в Африке, Закавказье, может быть, Средней Азии, на Южном Берегу Крыма встречался. Анограмма имеет тонкие листья, дважды или трижды перистые. Иногда даже маленький папоротник другого вида принимают. То есть, он такой невзрачненький и типичный для папоротников, только маленький. Ну, чем он отличается Анограмма, что на нижней поверхности вот эти самые сливающиеся друг с другом Сорусы без покрывальца, потому что это всё семейство у них такое. Стерильные листья меньше фертильных. Спорофит анограммы эфемерный, однолетний, каждый год отмирает, а многолетним у него является гометофит. И гометофит там имеет серьёзный запасающий орган, куда вот, за счёт которого он может переносить какие-то периоды неблагоприятные, когда плохо там с водой или с солнцем. Вот гометофит поэтому выживает, а спорофит он каждый год отмирает, спорофит однолетний. Петерограмма близкая к нему, но это африканская, опять же, нет картинки, она золотистая, у неё специфика, значит, серебристая такая, специального цвета, также называется петерограмма красиво-чёрная, отдельный такой вид. Хейлантоидные папоротники, это ксерофильные растения, то есть, приспособленные к сухому сезону с прямо стоящими или ползучими корневищами, одетыми в непрозрачные чешуи. Хейлантес, также по-русски называется краекучник. Хейлантес именно на засушливых местах растёт, пустынный папоротник, Америка и Африка, некоторые виды могут быть в Средиземноморье. Маленькое растение, короткие корневища, узкие чешуйки, листья многократно, перистые, жёсткие, вздутые, края завёрнуты на нижнюю сторону, защищают соросы. На черешках секреторные волоски, которые выделяют вещество, в результате он такой золотистый или серебристый, этот Хейлантес, краекучник. Иногда поверхность листа покрыта полностью чешуйками, волосками, это всё защищает от испарения, вот именно, что он в сухих местах живёт, поэтому у него много всяких волосьев на нём, чтобы поменьше испарялось воды. На лёд там какой-то специальный, вот что всё, чтобы вода не уходила. Ну, он хорошо, краекучник, приспособлен именно к сухим местам, он поэтому на скалах, может быть, в щелях скал, папоротник, может быть. Ну, там вот и мхи есть, скалистые, папоротники вот такие же. На голой почве, где вообще ничего не растёт, где-то вот рядом с амхами мхи у нас самые живучие, вот там же может быть этот Хейлантес. Способный переносить многомесячные засухи, при этом он совершенно высыхает и совсем уже маленький и незаметный, тем не менее он живой, и как только дождь пойдёт, он сразу, во много раз сразу вырастет. То есть он как бы сворачивается весь, ждёт воды, вода пойдёт, он быстро развернётся, не сразу начнёт вот на большой площади свет потреблять. Гометофит, вообще во время засухи в земле же гометофит, он вообще, короче, переносит практически любые засухи, и через много-много месяцев, когда практически нет воды, всё равно может, если вода пойдёт, дать спорофит. Гометофиты очень маленькие, при засухе они теряют практически всю воду, у них этих волосиков нет, тем не менее, даже если там гометофит от засухи начинает отмирать, у него хотя бы какая-то группа, небольшая клеток останется, где есть вода, и в случае, если снова вода пойдёт, то небольшая группа клеток ещё живая, на мёртвом уже практически растении, снова породит новый гометофит, и из гометофита снова спорофит. Проводили опыты с американским скальным папоротником хейлантисом изящнейшим, и выяснилось, что 9 месяцев высушивания гометофит его хорошо переносит. Ну, значит, спорофит у него тоже может, в принципе, задерживать рассеивание спор, если сухой период, то есть, вот когда нет воды, они в такую полуспячку впадают, не размножаются, сворачиваются, и так далее. С приходом дождей быстро разворачиваются, быстро производят спор, и всё размножаются. В России и в Сибири есть хейлантис серебристый, на Кавказе есть хейлантис марантовый, и он же есть в Крыму. В Крыму как раз вот Аюдаг, известный, скалы Аюдага, там очень много хейлантисом марантового из вот этих папоротников засухоустойчивых. Хейлантисы, в общем-то, считаются красивыми, потому что у них вот эта её поверхность, которая защищает от высыхания, она такая золотистая, серебристая, поэтому их в оранжереях тоже разводят, такой серебристый папоротник. Род Пелея, тоже горные области всяческих полушарий, Южная Америка, Южная Африка, очень устойчивый гометофит. Гометофит Пелеи 18,5 месяцев высушивания выдерживает и потом снова оживает и даёт снова потомство. Кожистые, темноватые листья Пелеи, многократно перистые, обычно сверху гладкие, снизу с желтоватым налётом, тоже растут в сухих местах Пелея, хейлантоидные они вообще такие засушливые папоротники. Врастает в трещины скал, может поселяться возле вулканов, на стенах старых домов, на стволах деревьев, в оранжереях всевозможных. Пелею остроконечную, американцы, мексиканцы точнее, как чай заваривают. Папоротник Пелея у них как чай идёт. Ну и считается, что лечебными свойствами обладает. Криптограмма ещё такая примыкает сюда. Криптограмма имеется в России и даже арктическая. Криптограмма тоже в принципе устойчивая как засухи. Растёт в горах, на грубых каменистых россыпях, на скалах. Многократно перестые листья, спороносные листья длиннее и да, вот как раз края тоже загнуты вниз, видимо, вот защищают таким образом споранги. Листья скрученные либо расставлены по длинному ползущему корневищу. Дальше подсемейство витариевые. Специализированные папоротники. Чем они специализированы? Они эпифитные. Вот витария, она растёт сверху какого-нибудь растения, обычно она растёт на стволе какого-нибудь большого дерева тропического. При этом у них простые цельные листья, тоже вот не походят на папоротник, трава травой, да, это не трава, а вот папоротник, это не злак. Ползучие корневища, покрытые решётчатыми чешуями и имеет решетковидный такой рисунок не чешуя, как решётка. Хромосомное число 30 у всего рода витариевых и у них общие черты в их строении решётчатые чешуи, соросы расположены в углублениях на вот этом листочке на длинном, имеют удлинённый гометофит. Ну, самый там среди витариевых самый типичный род это витария. Но витарии этих 80 видов, они вот все такие узкие линейные листья, то есть выглядели как трава, а ботаники там в принципе 80 видов различают. На наш взгляд там и даже его трудно от злака отличить, а вот это папоротник 80 разновидностей. Ну, у них в бороздках этих листьев травяных имеются спарангии, имеют там парафизы тоже свойственные как раз именно витарием, то есть специальное образование в соросе имеет примерно как у грибов в спарангии в грибном, которые поддерживают эти споры, защищают их и так далее. Иногда даже вот эти спарангии среди парафизов не видны, то есть полностью вот состоит все из парафиза вот это все, сорос. То есть сорос это такая шишка, да, ну вот по типу до плодового тела гриба в принципе если сравнивать и в нем в принципе должны быть спарангии одни, то есть те ниточки которые несут споры. А у этих витариевых много парафизов, то есть ниточек которые споры не несут, защищают их, питают, поддерживают и так далее. Ну, листья могут повисать на этих самых деревьях на которых они обычно растут. Листья узкие, ширина до 5 миллиметров, но длиной могут быть до метра. Но тем не менее есть маленькие, допустим есть витария наименьшая маленькая, там всего листочек 3-6 сантиметров немножко торчит из дерева. Значит, обычно витария заселяет дерево вместе с амхом. Я уже рассказывал про апехитные мхи. Некоторые мхи полностью живут на стволах деревьев и вот там же живут и эти папоротники тоже. На стволах пальм, допустим. Пальма задерживает воду дождевую на своих листьях и потом она падает вниз и по стволу скатывается и на стволе мхи и папоротники эту воду соответственно потребляют. Но в какой-то степени от высыхания же их пальмы тоже защищают. То есть есть смысл на пальме поселяться. Витария размножается широко вегетативно путем образования почек специальных. Ну, конечно, и с порами тоже. гометофит витарии может вообще короче полностью жить и не образовывать спорофитов. То есть размножаться гемами. Гометофит может стать отдельным растением и размножаться почками. Почкованием. Небольшие выросты образовывать и разноситься ветром или животными в новые гометофиты. Сами эти гометофиты некрупные шириной до 2 миллиметров длиной до 10 миллиметров. могут скапливаться и покрывать участки там примерно до метра. Поперечники это все гометофит папоротника маленький. Есть кроме этих витариев там такой род как антрофиум потом политениум ну вот они различаются различным релкованием листьев или там различным устройством сорусов. эти все антрофиумы антрофиум он короче такой волосистые корни еще пускает развитые корневища имеет листья довольно такие мясистые в принципе антрофиум тоже может сворачивать листья во время засухи и с приходом дождей разворачивать но этим же занимаются и многочисленные покрытосеменные которые живут в пустыне и до которых еще дождем дойдем род монограмма сюда относится монограмма дарьи плодная юго-восточная азия тоже маленькие листья 1-2 сантиметра тонкое ползучее корневище тоже скапливаются на стволах деревьев где-то в нижней части мелкий папоротник далее птирисовые род птирис наземные папоротники тропиков и субтропиков 280 видов часто выращивают в оранжереях и в комнатах птирисы имеют жесткие листья довольно разнообразные по строению гладкие там шипиковатые разные окраски в природе птирисы могут быть высотой до двух с половиной метров птирисы имеют цена сорус то есть специальный такой сорус на краю листа папоротника покрытый покрывальцем и в этом сорусе большое количество парафизов имеется паранги снабжены ножкой кольцо для вскрывания у них вертикальное растут птирисы на равнинах в горах в лесах на льна опушках в заболоченных лесах птирис ленточный в Великобритании был обнаружен на вершине шлаковой кучи у заброшенной шахты у нас Великобритания же страна шахтеров там много этих шлака лежит так вот там папоротник расцвел на одной такой куче там значит внутри этот шлак как бы горел потихоньку испарялась вода и вот за счет этой воды функционировал птирис других других растений там не росло а вот папоротник соответственно выжил видимо спору занесло и вот все потом птирис многораздельный в США но тоже там он любит в трещинах стен старые дома какие-нибудь оставленные вот всевозможные руины они заселяются мхами и папоротниками в первую очередь легко приспосабливаются таким образом к необычным условиям кроме того они размножаются часто апогамно и некоторые полностью апогамно допустим птирис критский который имеется в Средиземноморье в Китае в Японии в Африке в Закавказье имеется и тоже в Крыму тоже может быть этот птирис критский и в Крыму он тоже предпочитает старые дома там или какие-нибудь скалы на которых ничего не растет с другой стороны никто же не мешает то есть есть плюсы в том чтобы быть допустим фрилансером да вот как эти папоротники или как я допустим да вот нет же никаких конкурентов условия тяжелые зато на условии как бы мы плевать хотели да зато никто не мешает ругаться ни с кем не надо ну и помимо этих значит пионеров всяческих имеется акра стиху акра стихум высоту достигает где-то 2 метра и даже до 3-4 и акра стихум наоборот живет в мангровых болотах то есть в условиях высокой влажности высокой конкуренции живет он среди прочих мангровых растений в зарослях пальм может даже чистые заросли образовывать то есть вытеснить все остальные растения будет только папоротник акра стихум места где он живет подвергаются регулярному затоплению ну вот он переносит затопление засоление там же море бедность грунта кислородом ну тем не менее даже допустим он не обязательно в солевых он может быть в пресноводных озерах болотах да или допустим место где были приливы а потом от моря отрезано то есть не обязательно он живет среди соли некоторые растения любят именно соль галафиты акра стихум имеет массивное прямое корневище покрытое жесткими чешуями фертильные стерильные листья примерно одинаковые крупные тетраэдрические споры по всему побережью разбрасывает попадает тоже на скалы то есть он мангровый но может и на скале потому что споры везде разбросают иногда на скале вырастают но так нормально у него это мангровое болото нормальное его существование цератоптерисовая единственный род цератоптерис это водные папоротники свободно плавают в водоемах как сальвиния там и другие водные растения иногда он укореняется в какой-нибудь почве того же самого водоема где-то там среди кувшинок рясок вот в этих местах тоже могут быть сорняками на рисовых полях цератоптерисы поднимаются над водой в виде розетки такие листья тонкие нежные с различными сегментами фертильные и стерильные листья отличаются фертильные больше рассеченные рассеченность пластинки с ростом усиливается листья цератоптериса имеют много воздушных полостей как и у других водных растений там вдоль их черешков проходят еще воздухоносные каналы за счет которых держится листик на воде имеются тонкие сидячие нерешетчатые чешуйки и возле чешуек опять же воздушные пузырьки чтобы он на воде держался цератоптерис однолетний причем он приспособлен к циклу затапливаемых полей молодые растения укореняются в почве а когда затопляется поле то они свободно плавающими то есть он как бы рос а когда воды стало много он отделился от корня и поплыл в синусах листовых сегментов на верхушках листьев мелкие выводковые почки которыми он может вегетативно размножаться но новое растение из почки растет и все равно растет получается на материнском растении то есть оно на почке которая остается на материнском растении они получаются поэтому связанные в большие такие массы плавающие и даже от материнского листа он может питаться когда мать его умрет там лист этот поломается загниет а тогда он освобождается и становится отдельным уже растением когда поле высыхает они опять увядают погибают споры споры закладывают на следующий сезон снова вырастают из-за плавучести они во время сильных разливов рек подъемов воды могут жить и даже когда будет наводнение они там поплывут по этой воде еще переселятся на новое место то есть наводнение им даже хорошо в то же время они нужна им именно вода поэтому следствие высушения разных болот высушивания ирриг ирриг сокращение культуры риса борьбы с ними сорняки на рисовых полях а в общем-то они на самом деле сокращаются то есть они живучие но живучие в условиях когда воды много человеку воды обычно не надо поэтому они постепенно на самом деле вымирают цератоптерис можно есть молодые растения едят как салат выращивают его в бассейнах в аквариумах даже популярен среди аквариумистов вот аквариумы часто папоротки такими всякими водными растениями заселяют в том числе цератоптерис так как он существенно отличается от прочих одиантовых даже есть мнение что это отдельное семейство к тому же у него хромосомы отличаются число хромосом у него 40 хромосом дальше будет порядок полиподиевые